Всем привет, друзья! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о кресле от компании Britax Romer Dual Fix 2R называется. Модель категория 0.1, грубо говоря, с рождения до метра роста. Это где-то 3-3,5 года возраст ребенка. 2R это практически младшая модель в линейке кресел Dual Fix. Но младшая не значит плохая. Вообще в Dual Fix серии нет вообще плохих моделей. Действительно, все отличные. И 2R, плюс ко всему, самая недорогая практически модель. Ссылка на Мир Автокресел внизу в описании. Пройдите, если в обзоре вам все понравится, можно смело заказать. Она немножечко потеряла некоторые моменты, что и в старших версиях. Но от этого она практически не стала хуже. И поэтому она и является одной из самых интересных моделей среди Dual Fix. Сегодня мы с вами на нее посмотрим, что она из себя представляет. Для начала, по безопасности. Мы же как бы для этого покупаем кресло, чтобы безопасно возить наших детей в автомобиле. По безопасности серия Dual Fix. Она одна из лучших на рынке. И любой из этих моделей можно смело доверять ребенка. И по краш-тестам все хорошо. По посадке все хорошо. По материалам все хорошо. Ну, в общем, не буду сейчас нахваливать. Просто давайте разберем, что к чему. Кресло имеет возможность регулировки. Точнее говоря, прокручивать ее на 360 градусов. Это очень удобно. Вы подошли с ребенком к автомобилю. Открыли дверь повернута уже. Кресло там может заранее или сразу повернули его к себе. Усадили ребенка. Если маленький, до 9 месяцев против хода усаживаем. Если уже подрос, по ходу ставим и можно ехать. В конце концов, можно внутри в автомобиле, ну, естественно, не во время движения, а вообще остановились, повернули ребеночка, покормили, собственно, и дальше едем. В общем, вращение на 360 градусов, это очень крутая фишечка, которая есть у многих. Но и здесь, соответственно, она тоже есть. Это удобная опция. Соответственно, по посадке, давайте сразу по посадке я вам покажу. Категория 0 и 1, они по факту-то кресло одно и то же, и посадка не отличается. Места действительно много. Капсула в кресле большая. Она практически такая же, как и группа 1 отдельно. У Ремера, и, соответственно, простора здесь достаточно. Единственное, сразу скажу, зимняя одежда, пуховики, они несовместимы с детскими креслами. Я понимаю, есть правила, а есть реальная жизнь. В жизни это очень сложно. Прогреть машину, все это раздеть. Иногда это вообще нереально. Я все понимаю. Но держите в голове тот момент, что это небезопасно. И дети не помещаются в пуховиках. Вот с этим придется как-то жить. Но при том, при всем, с комфортом в этой модели все очень хорошо. Здесь нормальная глубокая посадка. При дальней дороге, вот смотрите, какой угол кресла. Этого угла более чем достаточно, чтобы в дальней дороге ребенок комфортно мог поспать. Голова у него вперед не свисала. И чувствует он себя комфортно. Здесь с этим все хорошо. Что касается материалов. Материалы здесь классические, как ремеры используют в большинстве своих моделей. В целом, абсолютно нормальная, адекватная ткань. Я не могу назвать ее какой-то мега приятной, еще что-то. Не раздражает. Нормальная ткань. Самое главное, гипоаллергенная. Она износостойкая, легко чистится. Но на подголовнике, сразу скажу, на подголовнике ткань всегда у всех ремеров очень хорошая используется. Тактильно мягкая, приятная, гладенькая. Ну, там же лицо ребенка, поэтому этот момент они учли. И подголовники всегда с хорошим материалом. Вот. А, кстати, что касается по уходу за тканью. Стираем. Быстрая стирка до 30 градусов. Или вручную в теплой водичке, чтобы он не сел. Я имею в виду материал, ткань. Если она сядет, вы обратно ее уже не оденете. И потом этот вопрос крайне тяжело решить. В общем, с 9 месяцев у нас уже вот можно вот такие два положения использовать. Против хода движения пока едем там до 9, грубо говоря, месяцев. У нас также есть эти же два положения. Пока совсем маленькие мы наклоняем. Если уже подрос, можно, в принципе, уже и посадить, если ребенок сидит. Как можно дольше пытаетесь возить ребенка против хода движения? Потому что уровень безопасности при лобовом ДТП в разы лучше, если ребенок едет против хода движения. Вообще, этот новый стандарт i-size, он и подразумевает перевозку детей в автомобиле как можно дольше. Хотя бы до 15 месяцев. Поэтому, если есть такая возможность, и ребенок сидит, не жалуется, то возите до победного конца, а только потом разворачивайте. Что касается крепления в автомобиль, здесь используется изофикс. Ремнем вы его никак не пристегнете. Классический изофикс. База, упор в пол. Изофикс пристегнули, упор в пол выдвинули, в пол уперли, как говорится. И, собственно, когда уже поняли, что жесткость все нормально, можно ехать. О том, что вы изофикс пристегнули правильно, на изофиксе появятся после щелчка зеленые полосочки. Если они с двух сторон есть зеленые полосочки, можно ехать. Так, в принципе, по большому счету, всю информацию, которую я хотел до вас донести, я донес. В двух словах мое мнение. Мне очень нравится категория 1.01 у Britax Römer. Они практически эталонные. Есть прекрасные конкуренты, я не спорю. Но, если хотите, именитого бренда немца на рынке, есть варианты, но не так уж и много, на самом деле. Вот, поэтому Dualfix 2R еще является и самым недорогим вариантом среди топовой линейки Dualfix. Особо ничего не потеряли практически, но можем, в принципе, получить одно из лучших кресел по безопасности, по эргономике, по комфорту. Ну, и имя, соответственно, тоже стоит денег. Вот, напоминаю, ссылка в описании. Если в обзоре вы для себя что-то полезное подчеркнули, ставьте жирный свой царский лайк. Не понравился обзор, ставьте дизлайк. Ну, или, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я попробую на них, на все ответить. Ну, и, собственно, все. Я хочу лишь вам пожелать сделать хороший, правильный выбор детского кресла для своего ребенка. Это очень важный момент. Отнеситесь к этому, как говорится, со всей ответственностью. Ну, а ссылка на мир автокресел внизу в описании. А вам хочу пожелать всего доброго и удачи на дорогах. До свидания.